Праздник Святой Троицы И вот мы немножко поговорим о даре иных языков, о тех одарованиях, которые были даны святым апостолам, которые на самом деле действительно присутствуют в церкви. Иногда вот сейчас тоже это обсуждается, кто-то вспоминает. И вот бывает так, что некоторые задают вопрос, особенно вспоминая современных харизматов, неопятидесятников, которые во время своих молений вдруг начинают говорить, ну, говорить, может быть, это так вот слишком сказано, произносить. Нечто такое вот невнятное, неудобовразумительное, называют это ангельскими языками, и как ко всему этому относиться. Причем они утверждают, что это вот именно дар Святого Духа и признак рождения от Духа Святого. То есть если ты во время моления не впадаешь вот в это состояние транса, не произносишь невнятные какие-то фразы, тарабарщину какую-то не произносишь, то вроде как бы ты и не рожден от Духа Святого. Ну, а раз ты не от Духа Святого, то значит ты вообще не Христов. Так вот, дорогие братья и сестры, чтобы понять, что же есть вот этот дар языков, мы берем в руки Священное Писание, ибо на нем мы и основываемся. И там вспоминаем еще прежде события Вознесения Господа, и вот книга Деяний от нас перед глазами. И Спаситель ученикам на Иллионской горе говорит о том, что Он не спошлет им обетование вот этого Святого Духа. И вот что Он говорит. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть вот Спаситель говорит ученикам, что на них сойдет Дух Святой, и они примут особую силу благодатную. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. То есть будет дана некая благодатная сила для свидетельства о Христе, для свидетельства о Евангелии. И ученики, приняв Духа Святого, смогут общаться с любыми людьми, даже из других народов, язычниками, кто угодно, и будут свидетельствовать о Христе. И Спаситель возносится, и вот проходит десять дней, и, как читаем мы дальше, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. То есть ученики Христова прибывают вместе, молятся. И вот в этот как раз момент и обетование Спасителя исполняется. И в этот момент и нисходит на них Дух Святой, и совершается вот это духовное рождение. То, что мы должны признавать именно за духовное рождение, как вообще рождение церкви, когда от Бога Отца ниспосылается Дух Святой. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ну, это вот такое вот внешнее, конечно, символическое выражение, потому что благодать Божия, она не раз являлась в виде такого пламенного огня. Огонь он попаляет, огонь согревает. И благодать Божия, она попаляет грехи человеческие, когда Дух Святой нисходит на людей, он опаляет грехи. И огонь — это символ очищения. Но огонь он еще согревает, огонь еще просвещает, то есть он может быть источником света. И вот благодать Духа Святого, она подает подлинное духовное тепло, она согревает душу и просвещает сумерки нашей жизни. И дальше мы читаем «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И вот мы видим, что в день рождения Церкви, мы называем это Днем Святой Троицы, потому что здесь тоже вот именно явление Святого Духа, как Третьего лица Святой Троицы, ученикам Христовым дается особая благодать. На каждом из них почивает Святой Дух, и они начинают говорить на иных языках. То есть да, Святой Дух действительно подает этот дар, как Дух давал им провещевать. Но что же это за дар языков? То есть это что? Просто какие-то вот бессмысленные такие экстатические возгласы. Вот как знаете, у язычников были различные оракулы, такие вот языческие прорицалища. Ну, допустим, в Дафне там святилище было посвященное Аполлону, и там жрица, она сидела, вот, в Пифии также, пифийские вот эти жрицы, ну и много других еще было. И суть в чем? В том, что они окуривали себя такими, ну, курениями, которые дурманили головы, и потом начинали нечто такое неудобовразумительное говорить, и присутствовал целый штат таких пророков-истолкователей, которые специально записывали вот эти невнятные возглашения, потому что умом своим вот эти жрицы, жрицы, там, пророчицы, пророки, они не понимали, что произносили, и толкователи пытались все это привести в какую-то форму, чтобы язычникам что-то провещевать. То вот нет, в данном случае все совершенно иное, никакого помрачения ума, никаких бессвязных речей, а именно конкретные языки, и об этом мы узнаем из того же текста Священного Писания, потому что в Иерусалиме в это время находились люди из других стран собравшиеся, и тут мы читаем, что все изумились и дивились, говоря между собою. Сие говорящие не в силе галилеяне, то есть считалось, что галилеяне, они люди необразованные, они очень простые, не способные никакой там науке, ну, действительно, простые рыбаки, которые заняты вот этим незатейливым промыслом рыболовецким, и когда им там изучать какие-то языки, да? А тут что получается? Вот эти вот собравшиеся в Иерусалим люди с разных народов удивляются. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? И дальше перечисляется. Парфяне и Медяне и Эламиты и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Керенее и пришедшей из Рима, Иудеи и Празелиты. Ну, Празелиты, обращенные из язычников. И вот о чем здесь речь? О том, что собрались люди из разных стран, то есть это Северная Африка, это Греция, Малая Азия, там тоже на греческом языке говорили, это Рим, то есть там латинский язык, другие разные народы, где у каждого свое наречие, и оказывается, они слышат апостолов, что они говорят на конкретном языке, то есть на греческом языке, на латинском языке, там, ну, я не знаю, там разные наречия, то есть они тут вот перечислены были, да, и получается, что, да, дальше перечисляются еще, мы не закончили, кретяне и аравитяне, то есть аравийский даже язык был тоже, да, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Это именно конкретные иностранные языки, которыми не владели до этого времени святые апостолы, но как только не сходит Дух Святой, Он им открывает это знание для чего? Для проповеди, вот как Спаситель говорил, что вы будете мне свидетелями, вот чтобы быть свидетелем, надо уметь свидетельствовать, а как ты будешь свидетельствовать, если другой человек тебя вообще не понимает? Вот сразу вспоминается, как, конечно, это такие исключительные тоже дары, когда к преподобному Паисию Святогорцу приезжали с разных стран, иногда с переводчиками, а бывало так, что, ну, повторю, это исключительный случай, и не как общее правило жизни преподобного Паисия, но приезжал к нему там, как иностранец, и вот он без переводчика, он, а у него душа болит, он свою проблему пытается изложить, и он задает вопрос, и старец Паисии отвечает ему, и иностранец его понимает. То есть иногда и в наше время Святой Дух может подать такой дар, если это нужно. Вот речь на конкретном языке для свидетельства о Христе. Вот тоже знакомая женщина, она рассказывала, как с паломничеством, с группой паломников ездили в другие страны, и в одном греческом храме они пришли на богослужение, и вот неожиданно одна из паломниц, она поднималась на клирос и подходит к поющим, и она присоединилась к ним и стала петь, а пели-то они по-гречески, по-гречески. И после службы она спускается обратно к группе паломников, те удивляются, как так ты, оказывается, греческий язык знаешь, она сама с удивлением говорит, да нет, я совершенно не владею греческим, я даже не знаю, что это было, то есть это какое-то особое вдохновение Духа Святого, когда у нее возникло вот это воодушевление, она действительно, это вот наши именно дни, наше время, она присоединилась к певчим, и на греческом языке участвовала вот в воспевании Господа, то есть это был вот такой дар Божий, но сейчас это в редких, исключительных, таких единичных случаях, а в то время это было дано в целом церкви, потому что церковь-то была, что, ну, у 12 апостолов, еще некоторые ученики Христовы, Божья Матерь, ученицы Спасителя, и нужно было проповедовать, и вот чтобы проповедовать, надо было знать эти языки, а как знать? Пока ты будешь изучать, там, сейчас вот в институте, там лет пять изучают какой-то язык, то тебя просто вот пока ты изучать, потому что тебя там 10 раз уже казнят, ну, если брать в реалии того времени, гонением подвергали христиан, и в условиях вот этих очень жестоких гонений, когда христиан с христианами очень легко расправлялись, когда чуть что и тут же там отрубали голову, вот достаточно быстро был казнен апостол Иаков, брат Иоанна Богослова, знаем также первомученик Стефан, да, и дальше там иудеи гонят, язычники гонят вплоть до Константина Великого, беспрестанные фактические гонения, и вот в этих условиях жесткого неприятия христианства дается особая благодать, и христиане, поэтому у них нет повода гордиться, они все время гонимы, они легко могут расстаться с этой земной жизнью, претерпеть какие-то муки, и вот они принимают этот дар языков для того, чтобы проповедовать, и как объясняет святой Иоанн Златоуст, вот благодаря этому дару, открывшемуся дару знания конкретных вот языков, проповедь о Христе, она и распространилась по всему миру, то есть вот они шли, как вёл их святой дух, и проповедовали, как святой дух им открывал это знать, то есть они не становились, конечно же, профессорами, филологами, они не могли бы преподавать тот же латинский язык, греческий, различая там какие-то склонения, спряжения, оттенки каких-то вот стилистических там смыслов, но им давалась возможность именно на родном языке вот данного народа нести свидетельство о Христе. Вот что такое это знание языков, потому что святой дух, он всех объединяет, если в Вавилоне произошло разделение языков, а в основе этого что? Грех, гордыня, эгоизм. Эгоизм он всегда разделяет людей. То здесь при смирении учеников Христовых им даётся благодать Святого Духа, а она объединяет, она роднит людей, и поэтому люди, христиане, стали действительно говорить и на иностранных языках, чтобы проповедовать, да и вообще, собственно, язык христианина — это всегда иной язык, то есть это язык преображённый, одухотворённый. Вот когда мы встречаемся с другими людьми, то мы общаемся вот на нас, мы воспринимаем в том числе интонацию речи, через речь мы воспринимаем отношение сердечное, какое имеет к нам этот говорящий человек, и вот бывает так, что ты встречаешься с каким-то действительно очень духовным человеком, вот я помню, когда общался с отцом Кириллом Павловым, удивительный старец наш, архимандрит, духовник Свято-Троицкой Сергеевы Лавры, ну и вообще всероссийский наш духовник, и его речь была совершенно иная, то есть он мог говорить вроде бы привычные вещи, но слова его звучали совершенно по-особому, потому что эти слова срастворялись в благодати Святого Духа, то есть у христианина язык уже становится иным благодаря причастию Святому Духу. И также вспоминаю некоторых других духовников, слово которых, оно просто действовало молниеносно. Вот за этой речью чувствовалось присутствие Божие, присутствие Духа Святого. И это совершенно не то, что мы наблюдаем ныне в каких-то вот неохаризматических, неопятидесятнических общинах, где они практикуют, как они сами говорят, говорение на языках, гласолалии. И примерно это так совершается, что вот приходит туда какой-нибудь их адепт, ему предлагается, ну по-разному, разные могут быть практики, бесконечно произносить вот какие-то фразы, допустим, аллилуйя, 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 это он произносит. И потом в какой-то момент, когда он как бы подхватывается вот этим общим настроем данной общины, то вдруг речь его начинает заплетаться, он перестает контролировать умом своим то, что произносит. И проводились даже научные исследования, причем вроде бы пытались эти научные исследования как раз в пользу самих харизматов. Но о чем говорят эти исследования? О том, что при вот этих харизматических, бессвязных произношениях, там оказывается мозг как бы отделяется от речи, и получается так, что мозг на это время как бы блокируется, и речь, она действует сама по себе, и человек не контролирует то, что он произносит, он не контролирует самого себя. И вот здесь уже, конечно, действительно, мы видим, что это состояние некого такого экстаза или транса, когда ум человека, а ум призван быть царем над всем естеством нашим, над нашими чувствами, над нашей речью. Ум также должен контроль и над волей, к чему наша воля стремится. А здесь получается так, что ум отключается и по некому принципу шаманизма. Человек впадает в транс, он не контролирует состояние своего естества, не контролирует свою речь, язык произносит какие-то бессвязные фразы, какое-то лепетание, абракадабра какая-то происходит, и харизматы считают, о, это действие святого духа. Но здесь ближе именно к этим языческим прорицалищам, когда блокировался ум человека за счет каких-то опьяняющих средств, а бывает так, что психической самонастройкой человек может тоже опьянять самого себя, свою психику, доводить себя до экстаза, и вот в этом экстазе произносить невесть что. То есть, по большому счету, это все самообольщение, самообман, состояние прелести, и некоторые харизматы, они впоследствии к этому и к выводу и приходят. И один он прямо так и говорит, что вот я 25 лет говорил, произносил эти языки, то есть практиковал якобы такую вот молитву, такое моление, во время которого начинал что-то бессвязное произносить, и в конце концов понял, что это вот что-то не то. Это какая-то ошибка. Почему так? Потому что в Священном Писании сказано, что Дух Святой есть Дух Истины, и Он наставит вас на всякую истину. А вот это вот говорение, эти гласолалии, это произнесение абракадабры, оно ни на какую истину не наставляет. Оно не делает человека духовно чище. Вот с какими страстями он пришел, с такими же он и ушел. Если у наших старцев, которые несколько простых русских слов он скажет, но это совершенно иная речь, и она тебе может, ну, я вот знаю такие случаи, просто переродить вот речь такого святого человека, который приобщен к Святому Духу. Простые, они осмысленные слова, да, но именно речь, приобщенная Духу Святому, то там человек, каким пришел на это моление, таким же он и ушел. Он не становится духовно выше после вот этих экстазов, ни на какую истину не наставляет его дух вот этих родений. И сами харизматы, некоторые вот из них, они признаются в этом, что вот 25 лет я практиковал, но ничему это меня не научило, ни на какую истину это меня не наставило, поэтому я от этого отошел. И ведь плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, милосердие, благость, кротость, воздержание. А вот эти какие-то странные, такие экстатические формы подобным дарам Святого Духа, подобным плодам Святого Духа не учат. И святые отцы, вот я вспоминаю Святой Василий Великий, он очень четко отличал. Он говорит, что Дух Святой никогда не помрачает ума человеческого. Дух Святой, в отличие от падшего Духа, он не благирует сознание в человеке. И напротив, когда вот пророки провещевали Духом Святым, то Святой Дух, он прояснял их ум к зрению высших истин. Поэтому Святой Дух, как Дух истины, как Дух, который наставит вас на всякую истину, он именно проясняет сознание, он очищает ум. И ум продолжает контролировать все естество твое. И вот это тот путь, которым шли святые люди. Поэтому надо, конечно, уберегаться вот этих обольщений. Один тоже евангелист знакомый, ну, прямо скажу, что время от времени я с ними встречаюсь, общаюсь с некоторыми, и он тоже признается, что как-то он зашел вроде бы дружественную такую общину, ну, просто он не был дома, и зашел в другую евангелическую общину, а там женщина, пастор. И вот они начинают свое моление, а оказалось, что они как раз именно крайние такие вот харизматы на его пятидесятнике, практикующие вот это говорение как бы на языках, и вот они становятся, начинают молиться, и причем уже уходит состояние мира из души, а они себя вот настраивают, настраивают на вот эти экстатические состояния, и вот уже раскачиваются, и потом она говорит, это пастор, все, сейчас прорвемся, сейчас начнется у нас. Но он чувствует, что уже другой какой-то дух здесь, это вовсе не святой дух, это дух самообольщения, он потихонечку вышел, ну, а дальше у них, видимо, продолжалось их родение. Вот очень важно уберегаться от таких состояний, в которых вместо духа святого мы можем оказаться игрушкой в руках, в когтистых лапах духа обольстителя, который затмевает сознание, заставляет человека произносить не весь что, и никакой благодати здесь нет. А вот дух святой, не сшедший на апостолов, он научил их конкретному знанию речи, вот тех народов, куда они шли с проповедью. И они шли и проповедовали, и обратили ко Христу все концы вселенной. Святой Иоанн Златоуст говорит, что к IV веку вот этот дар, он уже оскудел. Почему? Потому что христиан стало много, и уже достаточно было своих человеческих способов, средств для проповеди, и уже нужда в этих сверхъестественных дарах она отпадала. Видимо, еще тут та особенность, что наличие сверхъестественных вот этих даров, оно невольно может нас вот тоже склонять, ну как бы, к самомнению, к тому, что вот нас Господь как-то выделил этими дарами, и через это мы можем подвергнуться падению. Поэтому Господь, когда для нас это полезнее, для нашей души, Он отнимает этих сверхъестественных дары. Но в целом, повторим, язык христианской церкви, язык подлинных христиан, он всегда оказывается иным. Он чист от каких-то скверных слов, он чист от подозрения, от осуждения, от обид, от прочих человеческих страстей. Это речь людей, приобщенных благодатью Духа Святаго, и такая речь, она не оставляет равнодушными тех, кто ее слышит. Вот дай Господь нам приобщиться этой благодати Божией, благодати любви, мира, радости духовной, дабы хранить ее искренним сердцем и сторониться всяких форм самообольщения. Храни вас, Божие, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!